Лечение человека посредством искусства, арт-терапия, одно из направлений психотерапии. Оно лишь недавно получило свое распространение в Харькове. Атрибуты могут быть разные. Куклы, глина или песок. Даже сказкой или смеха можно излечить человека от депрессии, уверяют специалисты. Здесь свою проблему пациент проецирует на какой-то предмет и сопоставляет с ним свои проблемы. Поэтому такой сеанс гораздо более эффективнее, нежели просто разговорной психотерапии. В то же время важно, чтобы у самого психотерапевта было сознание и понимание того, куда он ведет пациента. То есть, чтобы это не превращалось в детскую игру. Кошка выгнула спину, том насекнув. Посмотрела ли не вас с балкона, кто ее сон спугнул. Это сеанс сказкотерапии. Марина Верета считает, вымышленные истории помогают людям разобраться в своих эмоциях и чувствах. На середине сказки она обрывает рассказ. Пациенты рисуют главных героев, с которыми подсознательно ассоциируют самих себя. Когда человек работает над сказкой, он вникает в образы, он вникает в сюжет, в ситуацию, которая происходит в сказке. И он сам видит себя, знаете, отражение своей проблемы, своей ситуации жизненной. И потом, как он, само собой, они рассасываются, эти проблемы. Конец сказки каждый тоже должен придумать сам. Так подсознание подсказывает, как решить насущную проблему. А это сеанс смехотерапии. Тут учатся смеяться. Психологи говорят, злиться вредно для здоровья. А вот смехом, наоборот, можно даже излечить болезни. Когда человек смеется, у него работают мышцы, улучшается кровоопрощение и разжижается кровь. Когда мы что-то хорошо делаем, мы чувствуем такое удовольствие, может даже какая-то усталость, но в то же время, вот именно лёгкость, удовольствие, да, это работают интерфилы. И они точно так же работают, и они появляются, когда мы смеёмся. Помогает и сеанс куклотерапии, утверждают психологи, в том числе и будущим мамам. Куклы для своих малышей они делают своими руками, набивают их мятой и мелиссой. С человеком обсуждаются, почему у него что-то, какая-то деталь не получается в этой кукле, и что это значит для человека. И тогда для человека, то есть это может быть непредсказуемые вещи, которые он даже до этого не подозревал. Кукла-оберег у Ольги получилась не сразу. Вспоминают, узелки никак не выходили. Сделала вывод, боится мелких проблем. Говорит, теперь будет к ним готово. Просто надо успокоиться и ещё раз попробовать. Не то, что там, ну, то есть с этим мы справились, значит справимся и с этим. От нервных расстройств и заболеваний можно избавиться при помощи лепки горшков, рисования, музыки, кинофильмов, обычного теста, животных и даже матов. Специалисты заявляют, в нецензурной мбране можно вылечить человека от заикания, однако лечат и отъявленных матершинников. В злоупотреблении матами один из харьковских психотерапевтов включил список вредных привычек и разработал собственную методику, по которой можно отучить людей матюкаться. Работать с пациентом, говорят психотерапевты, можно даже посредством карт ТОРО, в обход их реального предназначения. Здесь важны изображения на них. Это какой-то путь, может быть человек нашёл свой путь. Каждый подобный сеанс стоит денег, у кого сколько, но люди охотно их тратят. Говорят, конечно же, проблемы можно обсудить и с друзьями, так дешевле, но лучше всё-таки посоветоваться со специалистами. С друзьями тоже своего рода психотерапия, но в простом, с какой целью используют это друзья для тебя. Они могут послушать и всё, но у тебя от этого лечек станет ненадолго. Методики артерапии действительно полезны, отмечают специалисты, но предостерегают, мол, у любого психотерапевта обязательно должно быть медицинское образование, на случай, если пациенту понадобится назначить лекарство. Многие врачи советской школы, они чураются в новых направлениях в психотерапии. То есть в таком случае, возможно, тандем между психологом, который проводит психотерапевтическую коррекцию или психологически консультированно, и врачом, который поднимает суд заболевания. Причина многих заболеваний в психологических проблемах человека и дорогостоящие таблетки и уколы не всегда могут помочь. Психотерапевты заявляют, важно вскрыть проблему и направить человека на выздоровление. В шутку говорят, пациента влечат своей душой. Юлия Довгопол, Алексей Калмык, Борис Буцевич, Объектив неделя.